В эфире программа «То, что доктор прописал». Меня зовут Наталья Башаримова. Здравствуйте! Лето закончилось. Прекрасная пора года. Я надеюсь, все отдохнули, насладились солнышком, подышали свежим воздухом, укрепили свой иммунитет. Но и осень не менее прекрасная пора года. Однако врачи говорят, что это начало, к сожалению, простудных заболеваний. И, кстати, довольно часто многие мамы сталкиваются с одной и той же проблемой – насморк у ребенка. Что с этим делать? Иногда они теряются. Вот как раз-таки сегодня в программе мы об этом и поговорим с нашим гостем. Знакомимся с доктором. Елена Владимировна Вьюхина. Врач высшей категории. Заведующая от Ирина ларингологическим отделением Могилевской областной больницы. Главный внештатный специалист области. Отличник здравоохранения Республики Беларусь. За свою врачебную практику провела более 12 тысяч операций. Елена Владимировна – врач, который помогает пациентам дышать полной грудью, прекрасно слышать и наслаждаться ароматами. Елена Вьюхина – гость программы «То, что доктор прописал». Елена Владимировна, здравствуйте. Сегодня мы будем говорить о насморке или, как вы, доктора, говорите, ренит. Наверное, нет человека, который бы не столкнулся с такой проблемой. Что же такое ренит? Когда он проявляется? Как он проявляется? Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Ренит или насморк – это самое древнее и самое распространённое заболевание. Нет, наверное, ни одного человека, который бы не перенёс ренит. Причин ренита очень много. Что такое ренит? Ренит – это воспаление слизистой оболочки носовой полости. Его могут вызывать вирусы, бактерии, после переохлаждения. И также бывает физиологический ренит. Это у грудничков до 10 недель. И у маленьких детей тоже при прорезывании зубов. Елена Владимировна, то есть, если какой ренит вы ставите, такое назначается лечение. То есть, нет таких стандартных, одинаковых капелек для каждого ренита. Каждый ренит назначается отдельное лечение. Совершенно верно. И вот про маленьких деток, давайте всё-таки на секундочку приостановимся. То есть, многих мам пугает, что у деток полгодика, ребёночку с 7 месяцев, они не могут избавиться от насморка. Пугаться им не стоит, да? Нет, когда уже полгодика или 7 месяцев, здесь, наверное, надо показать доктору. Потому что физиологический ренит, когда ещё не сформирована слизистая оболочка носовой полости, до 10 недель от рождения. А, 10 недель. Да, 10 недель от рождения. А как правильно ухаживать тогда за носиком? Ведь всё равно нужно поддерживать, да, чтобы ребёночка хорошо дышала. Да, но у нас здесь идёт защитная реакция организма, так? Это не только заболевание. Вот, ещё не сформировалась нормальная слизистая оболочка. В норме слизистая оболочка у взрослого человека в сутки выделяет около 200 мл жидкости. Да, мы этого не замечаем, конечно. Не замечаем. А при рените более 2 литров. А вот здесь вот уже, конечно, заметно. У маленьких деток ещё нехорошо сформированы эти бокаловидные клетки, которые выделяют жидкость, слизь. Вот, и поэтому в носу образуются корочки. Мама должна взять ватный фитилёк, обнакунуть его в оливковое масло и тихонечко удалить их аккуратненько к корочке. Не пользоваться палочками косметическими ни в коем случае. Да, я думаю, вас мамы услышали, у кого маленькие детки, что это может нанести просто травму. Да, да, будет травма, поцарапают носик. Так, Елена Владимировна, ренит и гайморит. Всегда ли ренит вот такие осложнения, что ли, даёт, как гайморит? Или гайморит – это отдельное совершенно заболевание, которое не связано вот с ренитом? Нет, почему? Ренит, если не лечить и ослаблен иммунитет, перейдёт в гайморит или синусит. Ну, что такое гайморит? Гайморит – это воспаление верхнечелюстной пазухи, синусит, потому что вокруг носа есть две верхнечелюстные пазухи с обеих сторон, выше – две фронтальные или лобные пазухи, также ещё ячейки решётчатого лабиринта и основная пазуха. Не всегда ренит осложняется гайморитом, но иногда говорят, что не было ни ренита, ничего, и вдруг откуда гайморит? Гайморит ещё может быть адентогенной природой, то есть зубной, когда на корнях есть такие прикорневые гранулемы, гнойники, и они часто осложняются так называемым адентогенным гайморитом. Адентогенный гайморит очень коварен, потому что здесь уже процесс увлекается надкостница и кость. То есть вот если от стоматологии гайморит, то здесь уже только операции? В основном, да. Нужно убрать причинный зуб. Спасибо огромное, мы обязательно продолжим беседу, а прямо сейчас мы смотрим сюжет, снятый по нашей сегодняшней теме. Смотрим. Одно из неприятных проявлений насморка то, что помимо чувства отёчности, можно потерять и способность чувствовать запахи. Качество жизни от этого, конечно, страдает. Причём причина потери обоняния может быть причин две. В первую очередь может страдать обонятельный эпителий при гриппе чаще всего. И во вторую очередь может закрываться за счёт отёка обонятельная щель. И не поступают вот эти пахучие вещества, не поступают в обонятельную щель. И, соответственно, пациент не ощущает запахов. Если поражается обонятельный эпителий, обоняние достаточно сложно восстанавливается. Поэтому лучше заниматься профилактикой, советуют специалисты. Например, при гриппе закапывать ему на модуляторы. Какие именно, подскажет ваш врач. Если просто закрывается обонятельная щель, то здесь очень хорошо действуют различные декангистанты. Это наши обычные капельки в нос, системные декангистанты, таблеточки и локальные глюкокортикостероиды. Да не нужно их бояться. В общем-то, коротким курсом они никаких осложнений не дают. И хочу предупредить, что капли не больше 3-5 дней закапывают в нос. Если в течение этого времени заложенность носа не пропадает, и это сопровождается головными болями, обязательно обратитесь к терапевту или лор-врачу. Елена Владимировна, продолжим нашу беседу. И мы от ринита перешли к гаймориту, более сложному заболеванию. Мы уже поговорили, что если там связано со стоматологией, то это обязательно операция. А как вообще гайморит лечится? Какой курс лечения назначается? Это 5 дней, это месяц? Знаете, конкретного не могу ответить. Здесь каждый случай индивидуален. Но в основном в среднем 7-10 дней, а бывает, что и до месяца. При гайморите, конечно, на первый план выступает головная боль, чувство тяжести в области поражённой пазухи, недомогание, утомляемость, сонливость. Часто бывает повышение температуры тела. А осложнение гайморита ещё более сложное? Да, осложнение гайморита бывает глазничное или орбитальное, такие как переосит орбиты, флегмона орбиты, панофтальмит. То есть на зрение влияет? Конечно, можно даже зрение потерять. Полностью глаз, полностью глаз можно потерять. И также бывают внутричерепные осложнения. Это абсцесс мозга, менингит, тромбоз венозных синусов. Но это очень серьёзно. Это очень серьёзно. Это очень серьёзно. Поэтому и гаймориту нужно подходить тоже серьёзно. Елена Владимировна, очень часто слышится такая фраза «прокол пазухи». Всегда ли это назначается? В каких всё-таки случаях назначается? Или это уже запущенный гайморит? Может быть, вовремя не остановили течение заболевания? Всегда ли назначается? Нет, не всегда назначается прокол. Но порой без него невозможно обойтись. Когда не функционирует естественная соусия. Это соусия, которая выходит из пазухи в нос. Канал так называемый. То есть когда человек уже никак самостоятельно не может? Да, соусия заблокирована. И всё патологическое содержимое в пазухе, гной. Елена Владимировна, сейчас немножечко отвлекусь темой от гайморита. Есть такой момент. Капли в нос. Очень многие сами себе назначают эти капельки. Когда-то им помогло, они опять назначают. И существует такой момент привыкания. Человек уже без этих капель не спит, не работает. У него на рабочем столе эти капельки. Что с этим делать? Это что? Хронический ренит? Это уже так называемый медикаментозный ренит. Это медикаментозный ренит. Потому что сосудосуживающие капли или декангистанты нельзя использовать более 7-10 дней. 7-10 дней. И вот человек уже без этих капель не обходится. Он не обходится, потому что бумеранговый эффект уже у этих капель. Потом нужно уже лечить медикаментозный ренит. Хорошо, кстати, сейчас есть хорошие препараты. Местные астероиды, такие как Назанекс, Авамис, Флексоназа. Которыми можно вылечить медикаментозный так называемый ренит. Но главное выдержать вот этот период лечения медикаментозного ренита. Потому что он идет более долгий период. Порой 3-6 месяцев. То есть, чтобы не было привыкания, чтобы человек не сжил с этими каплями, нужно выдержать 3 месяца, и медикаментозного ренита не будет. Спасибо огромное. Далее в программе мы узнаем мнение могилевчан. На улице города мы поинтересовались, есть ли у вас заложен нос. Первое. Вы идете к доктору. Второе. Вы назначаете сами себе лечение теми препаратами, которые вам когда-то помогли. Ну и третье. Народные методы лечения. Смотрим. Расскажите, когда у вас заложен нос, что вы предпринимаете? Идете к доктору, лечитесь препаратами или используете народные методы? Всего понемногу. Ну, конечно, капли капаю. Но к доктору чаще не хожу. Вот. Ну, иногда прополаскиваю водой нос. Водой? Водой просто или? Соленой. Ну и, конечно, я советую, наверное, сначала обратиться к доктору. Само лечение никогда не доводит до добра. Ну, вообще-то само проходит. Ну, мать и мачеха первым долгом. Значит, дальше зверобои укрепляющие, девесилы укрепляющие. То есть, такого рода. Во-первых, в баню иду парюсь. А что еще можно сделать? Беру редька есть такая вот. И что? У нас культура. Натерочку и оттер. И проложим сюда еще. И помогаешь? Да, утром просыпаешься, как парень. Елена Владимировна, мнение могилевчан мы узнали. У нас немного времени остается. Поэтому я хочу, чтобы все наши телезрители получили такие очень хорошие рекомендации по тому, как себя вести. Во время заболевания, после заболевания. Опять же, профилактические мероприятия. Ну, вот, может быть, первое, что мы начнем, мне очень нравится, вы всегда говорите, чтобы платочки были бумажные. Да, одноразовые платочки. Должны быть одноразовые платочки. Ни в коем случае не пользоваться многоразовыми. Ну, если бывает, что нет уже одноразового, тогда один раз попользоваться им и в сирку. И в сирку, и убрали. Так? Вот. Правильно отсмаркиваться. Так. То есть по одной половине носа при полуоткрытом или полностью открытом рте. Ну, это связано с дыханием, наверное. Это связано с тем, чтобы так сопли, если так обывательски говорить, не попали в ухо через слуховую трубу. Чтобы не было эксудативного отита. Но опять же... Особенно у детей, маленьких деток, надо научить правильно отсмаркиваться. Зажимать одну половинку носа. Так. Выдувать содержимое носа. И чтобы рот был полуоткрыт. И выбросили эту бумажную салфетку. Да, и выбросили салфетку. Об этом, да. И чтобы все наши телезрители запомнили, что сосудосуживающими каплями, это настезин, галазолин, их целая линейка. Пользоваться не более 7-10 дней. Максимум 10 дней. Елена Вадимировна, еще один момент. Все греют нос. Практически все, да. Чуть, что случилось, сразу нанос теплую картошку, там, я не знаю, соль в мешочки прикладывают. Ваше мнение? Когда это можно? Когда этого категорически не зажима? Я сказала, что в начале заболевания не надо греть нос. Лучше, когда переохладился ребенок, попарить ему ножки, дать теплое питье обильное, малиновый чай, малиновое варенье. Сейчас есть очень хороший препарат синопред, который повышает иммунитет и предупреждает развитие ринита. А тепло уже завершающую фазу ринита. Вот, кстати, по поводу переохлаждения. Нужно действительно заметить, если ребенок переохладился, да, осень все-таки наступает, и дожди пойдут, зима не за горами, то сразу же вот такие процедуры согреть ребеночка. И чай попарит, да. И чай тепленький дать. Спасибо вам огромное. Но еще один важный момент. Возьмите, пожалуйста, на заметку. Коварство гайморита в том, что болезнь может проявиться спустя несколько дней, а то и недель после прохождения острых симптомов простудного заболевания. Эти рекомендации обязательно помогут вам избавиться от гайморита. Категорически запрещается любое прогревание. При лечении гайморита рекомендуется постельный режим и, конечно, капли в нос. Запускать гайморит нельзя. Он никогда не проходит сам по себе. А если запустить лечение, то лекарства будут бессильны. Будьте здоровы! Елена Владимировна, я вас благодарю за беседу, за очень такие правильные, полезные рекомендации для наших всех телезрителей. Надеюсь, что будут услышаны ваши рекомендации и прямо на блокнотик. Особенно мам, у которых маленькие детки. Спасибо вам огромное! Всего доброго! Будьте все здоровы! Берегите себя, берегите своих любимых, не болейте. Это вредно для здоровья. Встретимся в следующей программе «То, что доктор прописал». Будьте здоровы! Субтитры создавал DimaTorzok